всем привет вы на канале паутинка книг меня зовут валентина сегодня будем вязать вот такую вот шляпку панаму с длинными полями которые закрывают от солнца случае надобности на лицо можно поля приподнять очень красиво и мило смотрится и вяжется совсем не сложно все размеры моей шляпки в сантиметрах указаны в конце видео я вязала свою шляпку крючком два с половиной а поля вязала крючком три с половиной изначально можно взять уже сразу крючок большего размера три с половиной и вязать им буду вязать вот из такой пряжи ализе мисс батик это стопроцентный мерсеризованный хлопок здесь 50 грамм и 280 метров так у меня цвет 3712 буду вязать две ниточки возьму для работы крючок два с половиной сейчас мы набираем цепочку из воздушных петель для начала мы будем вязать такую поперечную полосочку и вот цепочку из воздушных петель набираем либо крючком большего размера либо не затягивайте вот эти начальные петельки для того чтобы опять же этот край у нас потом не стянуло набирать цепочку из воздушных петель длиной 67 сантиметров все вот я набрала в зависимости от размера это у меня детская панамка для взрослой можете 89 набирать зависимости опять же от размера головы чем больше размер головы тем немножко больше набирать в принципе для взрослых тоже можно набрать 7 сантиметров петельки набрали теперь мы поворачиваем а вот эту вот нашу косичку с этой стороны у нас косичка а с обратной стороны у нас есть вот такие вот перемычки первый ряд мы провязываем именно в эти перемычки для того чтобы он у нас не был стянут провязываем столбиками без накида в каждую перемычку до конца ряда провязываем воздушную петельку подъема вязание поворачиваем вот в эту самую первую петельку не провязываем так как у нас здесь петля подъемом и это уже считается за петлю если будете здесь провязывать у нас будет увеличиваться количество петель провязываем следующую петельку столбиками без накида за обе стеночки петли провязываем до конца ряда здесь немного петель поэтому каждый ряд пересчитывайте чтобы у вас петли не убавлялись и не прибавляясь чтобы вот эта вот полосочка была ровная довязали до конца ряда провязываем последнюю петельку провязываем воздушную петлю подъема поворачиваю вязание и на другой стороне опять же вот сюда мы не провязываем провязываем следующем вот видите если растянуть посмотреть то вот в этой петельке у нас уже есть петля вот она то наша петля подъема это последняя петля предыдущего ряда получается провязаны поэтому сюда мы не провязываем провязываем следующую но для того чтобы наверняка знать что у вас не увеличиваются и не уменьшаются петли пока вы вяжете вот эту вот полоску нужно просто каждый ряд их пересчитывать теперь мы провязываем таким образом за обе стеночки петли столбиками без накида полоску длиной в объем нашей головы моя полоска готова она равна окружности головы вот здесь вот мы закончили прям примеряйте на голову теперь мы складываем наше полотно пополам и будем здесь вот соединять так где у нас тут первая петелька вытащим ее вот она и вот эту вот петлю которая у нас осталось от вязание я ее просто вот сюда вот в петельку просуну сделаю одну воздушную петельку подъема для удобства и теперь буду в каждую петельку одной части полосочки и другой провязывать соединительный столбик захожу в одну часть захожу во вторую часть подобие стеночки петли вытаскивая ниточку провязываю продолжаю полностью до конца соединила шовчик у такой аккуратный это изнанка теперь мы выворачиваем эту полосочку на лицевую сторону с лицевой стороны вот так выглядит даже незаметно что здесь вообще есть шов и теперь нам нужно выровнять вот этот вот краях и нам нужно здесь проложить косичку чтобы вот этот краешек выровнять и чтобы визуально он был красивый набираю воздушную петельку подъема и начинаю самой первой петельки вхожу вытаскиваю ниточку и вытаскиваю ее через петлю следующую петлю делаю то же самое это те же соединительные столбики вот эти вот петельки не затягивайте чтобы полотно у нас вот здесь не стянулась в этой части прокладываем такую косичку полностью по кругу цепочку проложили она выровняла край и получился вот такой вот декоративный элемент помимо того что эта цепочка имеет декоративную функцию она также выполняет еще одну очень важную она не позволит бесформенно вытягиваться по нами сейчас мы будем вязать макушку потом с вот с другой стороны где мы будем вязать поля нам нужно будет точно также проложить косичку сначала вот с этой вот стороны а сейчас приступаем к макушке прежде чем нам закруглять макушку вот ряд я довязала я сделала воздушную петельку подъема и теперь я начинаю провязывать просто в каждую петлю столбики без накида смотрите как провязываю сейчас нам нужно еще здесь провязать так чтобы было все красиво провязываем вот она наша цепочка вот она наша цепочка заходим внутрь нее за нее и за ниточку от самой вот этой вот полоски провязываем столбик без накида затем заходим в следующую петельку захватываем ниточку столбик без накида следующую ниточка столбик без накида и так мы сейчас провязываем по кругу весь ряд провязала ряд вот посмотрите как красиво и аккуратно получается получается одна часть вот этой вот косички одна сторона она вот здесь вот по краешку идет и выравнивает вот эту вот полоску центральную теперь я провяжу пару сантиметров столбиками без накида начало ряда определять не буду буду просто вязать по кругу по спирали без воздушной петельки подъема сейчас я сразу начну вязать и потом когда дойду до этого места буду просто продолжать дальше вязать чтобы у нас не было вот здесь вот начало ряда все было ровненько провяжу сейчас пару сантиметров вот я провязала несколько рядов столбиками без накида и теперь я уже буду убавлять макушку у меня детский размер поэтому я провязала здесь два сантиметра чем больше ваш размер тема вот здесь вот нужно провязать больше ну здесь в принципе сильно много провязывать и не надо даже для взрослой к примеру 3-4 сантиметра все и в зависимости от вашей пряжи будет достаточно можете взять любую свою панаму и по ней отмерить например если мне взять вот эту ширину кстати вот этой вот полоски я делала такую же как вот на этой панаме но вот это немножко больше так как эту я вязала в прошлом году и теперь захотела связать еще одну но чуть-чуть побольше хотя это еще в пору сейчас я буду уже скруглять макушку и примерно также получится такая же глубина как и у этой панамы кстати мастер-класс на эту панаму есть тоже на моем канале оставлю ссылочку в правом верхнем углу переходите и вяжите вот вот эта панама связана из пряжи джинс и вот посмотрите получается прошлым летом я ее вязала и стираю просто в машинке на обычном режиме вместе с другими детскими вещами она не полиняла не скаталась не растянулась вообще не деформировалась она в таком же прекрасном виде в котором она и была так что прям рекомендую связать такую не только для ребенка но и для себя теперь я буду начинать убавлять петли ориентируемся также по вот этому шву который у нас на затылке идет хотя мы здесь не делали петлю начала ряда но все равно ориентируемся по этой части и начинаем отсюда провязывать будем провязывать 10 столбиков без накида 10 одну петлю пропускаю потом опять 10 столбиков без накида и одну пропускаю и так мы полностью весь ряд вяжем до начала ряда можно вы здесь вот на первой петельке поставить маркер для того чтобы не пропустить начало ряда ничего страшного если в конце ряда у вас здесь вот не сойдется количество петель вот у меня к примеру после последнего убавления до начала ряда всего лишь 4 петли ну и пусть они будут я их трогать не буду буду дальше продолжать провязали ряд с убавлениями и теперь следующий ряд провязываем просто в каждую петельку столбики без накида без убавлений эти ряд у нас будет провязываться 9 петель 1 пропуск 9 1 пропуск четвертый ряд будет просто без убавок провязываться столбики без накида затем 8 петель и так далее чередуем ряды с убавками с рядами без убавок для того чтобы макушечка была у нас более плавной вот здесь вот последние рядочки когда уже вы провязываете через одну петельку так до конца и провязываете через одну петельку там один-два ряда всего получится потому что вот здесь вот у вас тогда такая пипка получится много не вяжите чтобы вот этой пипки не было все закончили я вытянула петельку чтобы не распустилась теперь ниточку я обрезаю и уваженную изнанку здесь вот такая вот вот этот кругляшок вот он как будто бы не до конца закрытная сейчас вот сюда немножко на противоположную сторону протяну хорошенечко сюда вытягиваем и здесь уже с изнанки закрепляем каждую ниточку по отдельности я просто таким вот образом закрепляю в принципе я всегда так закрепляю если вы давно смотрите вы знаете два раза и подтягиваю и то же самое делаю со второй ниточкой за любую ближайшую петельку 2 воздушные петли и хорошенечко затягиваю теперь эти две ниточки я прячу иголочкой в полотно вот макушечка и у нас получилось вот такое вот плавное закрытие если приложить к этой по нами что вот как раз такого же размера она и получается ну слегка больше так как я и планировала немножко побольше сделать размер все макушку мы связали теперь приступаем к вязанию полей начинаем отсюда отсюда же где у нас этот вот шов он у нас идет по затылку присоединяю ниточку вот здесь вот оставлю по длине и что было потом удобнее прятать воздушная петелька и дальше начинаем в каждую каждую петлю прокладывать точно такой же ряд из вот этой вот косички как вот здесь вот мы прокладывали здесь тоже самое петельки не затягивайте проходим весь ряд проложила цепочку это ряд соединительных столбиков был теперь воздушная петелька подъема и начинаю провязывать точно так же как я провязывала на той стороне первый ряд провязываю столбики без накида захватывая одну сторону от этой косички и само полотно панамки провязываем полностью ряд ряд провязан и теперь мы будем уже вывязывать поля будем вязать также столбиками без накида но в этом ряду сейчас мы будем делать прибавление провязываю воздушную петлю подъема и дальше в зависимости от вашей пряжи и от того насколько волнистые поля вы хотите делайте прибавки почаще или пореже я буду делать прибавки в каждую седьмую петельку провязала 6 7 столбиков без накида и вот сюда вот в петельку где провязала седьмой столбик я сюда провязываю и восьмой в эту же петлю дальше я снова провязываю 7 столбиков без накида 3 4 5 6 7 и вот сюда куда я провязала седьмой еще один столбик провязываю и так мы делаем прибавки полностью по кругу ну и в конце у меня как всегда не остается 7 петель у меня здесь 5 петель но ничего страшного я провяжу 5 и сделаю прибавку все равно вот 5 и вот еще провяжу одну петельку вот сюда и здесь сделаю прибавку получается 6 петель и прибавка дальше буду провязывать опять же без определения начала ряда просто по спирали для того чтобы у нас здесь вот не было шва начала ряда видно и дальше мы продолжаем вязать столбиками без накида делая прибавление только в этом ряду мы делаем прибавление не в эту же петельку где вот мы прибавляли 7 и 8 можно здесь сделать прибавление при между этим петлями но потом будет на полях сильно заметно если хотите можете прям в этом месте делать я буду делать прибавления после этой петельки вот здесь у нас была прибавка следующий петелька и я буду делать прибавки получается здесь уже будет не пост не в седьмой петлю а в восьмую и так с каждым рядом где мы будем делать прибавления у нас будет прибавляться по одной петельке 9 10 дальше снова провязываю и после вот следующей прибавки вот она не в эту же самую петельку а после неё можно здесь даже не считать провязывать именно после вот этой петли прибавки если вы ее видите вот она видна здесь две петельки и следующую петельку буду делать прибавку и буду так прибавлять пока ширина моих полей не достигнет желаемой когда ширина полей достигнет желаемой можно перестать делать прибавки и просто вязать по кругу если вам хочется еще продлить длину полей провязываем всю длину полей я провязала с прибавками всего три ряда вот здесь вот можно увидеть эти прибавки и поля начали волниться и я прекратила делать прибавление я поменяла потом крючок на больший потому что очень плотно получается вообще можно изначально большим номером крючка вязать я взяла три с половиной провязала все поля после прибавления уже крючком три с половиной довязала вот последний ряд поля сейчас достигли желаемой длины и ориентируясь на наше условное начало ряда вот этот вот шов а так как у нас здесь нет начала ряда поэтому вот последнюю петельку я провяжу просто соединительный чтобы немножечко здесь сравнять как будто бы это начало ряда и сейчас я буду провязывать последний ряд буду обвязывать узором ракушками или веерочками можно еще назвать без разницы провязываю накид и пропуская одну петельку следующую петельку провязываю несколько столбиков с накидом смотрите какая у вас толщина нити столько столбиков и провязывайте можно 567 чтобы веерочек был пышненький вот я провязала 7 теперь пропускаю две петельки в третью провязываю столбик без накида снова пропускаю две петельки и в третью провязываю опять же 7 столбиков с накидом и полностью так провязываю весь ряд если у вас в конце к примеру не хватает петель кто можно пропустить не 2 петельки одну здесь я пропустила одну петлю здесь одну петлю пропустила чтобы более сравнять вот эту вот часть ничего не нужно высчитывать это потом ничего незаметно провязала последний веерочек и вот сюда вот вот в эту петельку самой первую я провязываю соединительный столбик все ряд закончен эту ниточку я обрезаю оставив хвостик подлиннее чтобы потом было удобно прятать ниточку вытягиваю хорошенько и и подтягиваю теперь увожу немножко на и изнанку и на изнанке еще закреплю эти ниточки по отдельности также как на макушке мы закрепляли сначала одну ниточку а потом другую крючок можно взять поменьше просто вхожу в соседнюю петельку недалеко далеко не уходите и закрепляю теперь беру иглу и по отдельности вот эти ниточки прячу в полотно поля у нас закончены теперь перейдем к обвязки перед полями здесь вот у нас есть такая полосочка которая осталась от ряда соединительных столбиков когда мы вот этот край выравнивали теперь мы по этой полосочки будем тоже делать обвязку теперь я возьму крючок поменьше возьму тот которым я здесь вязала два с половиной и начну ряд вязать отсюда же зацепляю вот так вот петельку буду по вот этим вот петелькам провязывать присоединяю ниточку петлю вытаскиваю и провязываю одну воздушную петлю подъема для удобства и теперь провяжу ряд столбиками без накида в каждую вот эту вот петельку у нас две ниточки поэтому за две ниточки и захватываете потому что вот они чтобы вот здесь вот сильно не растягивалась провязываю по кругу в каждую петельку столбик без накида вот они полностью до конца ряда вязала ряд последнюю петельку провяжу соединительным столбиком соединяя конец и начало ряда теперь снова беру крючок большего размера и буду провязывать точно такие же ракушечки как по краю полей вначале пропускаю одну петельку провязываем полностью по кругу здесь заканчиваем точно так же как мы заканчивали по краю полей и по желанию обвязываем еще вот эту вот часть точно таким же образом и я полностью довязала панамку обвязала еще вот эту вот верхнюю часть сейчас измерю в сантиметрах буду измерять о от вот этой центральной полоски какая у нас высота верхней части 10 сантиметров и отмерю еще от того места когда я начала делать убавление чтобы вы ориентировались какая глубина закрытия семь с половиной сантиметров ну это опять же учитывая если вы будете вязать из той пряжи которой вижу я здесь и тем же номером крючка эта полоска у нас начале мы ее набирали вот 6 сантиметров и высота моих полей семь с половиной сантиметров с обвязкой вот такая ширина 22 сантиметра это в окружности 44 45 сантиметров теперь мы панамку стираем проводим в это он в этот момент исправляем все неровности которые у нас есть также при отпаривании выравниваем вот эти вот рюшечки опуская их вниз как правильно делать в это у меня есть отдельное видео ссылочка будет в правом верхнем углу переходите вот я постирала шляпку она высохла я ее отпарила и рюшечки опустились вниз когда ее надеваешь они смотрят вниз они не будут прям идеально вот так вот лежать как пришитые вниз потому что они короткие но все-таки они выровнялись и теперь не бесформенные а смотрят вниз вот такая у нас получилась шляпка панамка с глубокими полями закрывающими от солнца на лицо ее можно вот так вот приподнять и полностью на всю шляпку у меня ушло 2 моточка вот вот это вот осталось от двух мотков кому понравился данный мастер-класс не забудьте поставить лайк также подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления выходе новых видео свои работы по моим мастер-классом выкладывайте по теку который указан на экране чтобы я могла вас видеть и могла собрать все работы в одном месте всем приятного вязания